Всем большой привет! Решила собрать новую косметичку на ближайшее время и давайте без долгого выступления сразу же приступим. Как можете видеть, здесь уже стоит праймер от Essence, который вы видите каждый раз в моей косметичке, потому что он у меня всегда, так как такой праймер, который разглаживает поры, у меня единственный в коллекции, и поэтому, если я на всю остальную часть наношу увлажняющий какой-то праймер или подсвечивающий, то конкретно вот этот от Essence, он у меня идёт больше вот к щёчке, которая расположена ближе к носу. Я вам не раз уже показывала, когда делала какие-то собиралки, видео, когда снимала макияж, да, вы уже видели, как наносится этот праймер, куда точнее я его наношу, потому что на всё лицо я не могу, у меня сразу же кожа стягивается, так как она у меня склонна к сухости. На мне этот праймер работает, как уже говорила, потому что у меня как таковых расширенных пор нет, но слышала от пары девочек, которые имеют именно жирную кожу, этот праймер тоже работает, от многих слышала, что абсолютно не кокущий, поэтому тут нужно уже вам смотреть в зависимости, какая у вас кожа и что вы ищете от праймера, и он действительно не увлажняющий, а именно такой вот блюрищий ваши поры. Что ещё хотела сказать, а, кстати, ещё заметила с одной тональной основой от Avon, с Avon Mark, я не помню, как называлась эта тональная основа, если не забуду, картиночку ставлю, я её закончила в прошлом году, в декоративке, которая закончилась за весь 2020 год, я вам там её показывала, и вот с этой тональной основой я заметила разницу, когда я использовала этот праймер и когда не использовала. У меня в течение дня вот эта вот зона там ближе к носу отлично просто держалась, так что вот, говорю же, всё-таки я вижу результаты. И другой праймер решила взять более увлажняющий, потому что у меня сухая кожа, ещё раз повторюсь, и мне нужны либо увлажняющие праймеры, либо с подсвечивающим финишем. Решила взять вот такой вот. Получала я этот праймер в коробочке красоты Glossy Box, марка Tolly Fix & Rouge называется, Tolly Charm, Wonder Love, Ну много тут названий, и я действительно понять не могу, какой из них. Неважно. Главное, мне этот праймер нравится тем, что он не просто как декоративный, да, праймер всё-таки это декоративка, но тем не менее, мне кажется, этот праймер даёт вот немножко подсвечивание вашей кожи, но больше всего, что мне нравится, это хорошее увлажнение праймера, и также очень интересные ингредиенты в составе, минералы, розовая вода, роз-кварц, комплекс роз-кварц написано, также гиалуроновая кислота, витамин А, С, Е, то есть вот тут всё написано, это я не выдумываю, поэтому решила тоже этот праймер взять. Вообще, я заметила, вот косметичка вообще классная вещь, оказывается, как у вас, как бы, вся косметика не просто лежит, а используется, и потихонечку вы видите, что продукт заканчивается. Так, и такой вот праймер, который можно использовать и в качестве праймера, и в качестве уже завершающего продукта, возьму вот этот вот от Urban Decay, недавно в пустых баночках я вам упоминала про это средство, только-только начала пользоваться. Вообще, у Urban Decay самый знаменитый, это All Nighter. Миниатюрка закончилась, в пустых баночках тоже рассказывала недавно, мне безумно понравилось, как фиксирует макияж и как держится в течение дня. Пока вот про этот спрей не могу сказать, что он держит в течение дня макияж, только-только начала пользоваться, пару дней, наверное. Мнение пока ещё не сложилось, но что могу сказать, этот спрей, в отличие от их знаменитого спрея All Nighter, это даёт именно вот такое вот прям сияние кожи, да. Это вот такие вот праймеры для лица. Ну, это больше, наверное, как спрей всё-таки буду использовать, хотя, вот знаете, можно попробовать и как праймер, может быть, ещё лучше будет тональная основа держаться. И так как я начала с тональных основ, упомянула тональную основу, взяла только одну, потому что у меня сейчас в Project есть другая тональная основа, поэтому не стала брать много. Вот такой вот от L'Oreal Infallible 24 часа Fresh Wear называется. Мне эта тональная основа понравилась, нравится, и там больше, в принципе, нечего сказать. Эта основа больше в матовый финиш уходит, но, тем не менее, есть какое-то вот лёгкое сияние, если я не ошибаюсь, потому что уже давно не использовала эту основу. Всё из тональных, это всё, что я беру. Консилеры консилеров. Беру очень много, девочки. Первый мой любимый консилер от Nars. Так, вот такой вот в оттенке Custard. Правильно держу? Так, наверное, криво держу. Да, криво держу. Вот он, Custard. Так, фокусируйся. Вот цвет Custard. Идеально мне подходит, когда у меня свой цвет кожи, когда не автозагар. Смотрите, уже заканчиваю этот консилер. Совсем чуть-чуть осталось. Вон уже скребу. Я давно стоппер сняла. Но тут ещё хватит надолго этого консилера. Вообще не его. Я покупала этот консилер в позапрошлом концу... Ой, в концу. В позапрошлом году в конце декабря. То есть в 2019 году в декабре покупала. Значит, целый 2020 год я этот консилер использовала. И вот до сих пор. Конечно, я там изредка использовала и другие, да. Но в основном, конечно, когда на работу ходила, всегда-всегда только этот консилер. Потому что только ему я доверяю. Однозначно буду покупать в будущем ещё. Жаль, что заканчивается. Но у меня есть на данный момент куча других консилеров. И я решила достать новинки. Ну, то есть они у меня уже давно лежат в запасах. И я решила, что всё, пора уже вытаскивать. Не то, чтобы они лежали там и тухли. Значит, первый консилер от Rimmel. Да, это у меня Rimmel? Не Rimmel, да? Я их постоянно путаю. Да, это от Rimmel. Достаточно знаменитый консилер, кстати, Lasting Radiance. И очень-очень-очень многим нравится этот консилер. Поэтому надеюсь на него. И если я найду классный консилер, который приближённо похож на Nars, то, естественно, я... Зачем переплачивать за Nars, когда можно вот такую бюджетную версию покупать, да? Оттенок у меня 030 Classic Beige. И следующий консилер тоже давно лежит. Ждёт своей очереди. И, наконец-то, наконец-то достаю это знаменитый консилер от марки Too Faced. Born with Faye. У них есть Born with Faye и тональная основа, которую я очень-очень хотела раньше попробовать. Ну, я думаю, что, возможно, как-нибудь у меня и руки дойдут до Born with Faye. Тональная основа. Значит, это у меня оттенок Natural Beige. Да. Вот таких вот три консилера беру. Далее переходим к бронзерам, румяным и хайлайтерам. Мне... Помните, я тут недавно вам в видеовлоге вроде показывала, купила себе новый бронзер от Catrice, вот из этой линейки их. И я поняла, что соскучилась по этому бронзеру, поэтому достала свою старую версию, то есть свою старушку, можно сказать, в 0,10 оттенке Sun Kist Bronze. И у меня новинка тоже оказалась. Я думала, что этот совсем другой оттенок, но и новый бронзер, который я купила, точно такой уже цветом. Очень красивый оттенок, такое лёгкое и сияние лицу даёт. Вот так. Такой вот оттенок. И мне безумно нравится этот бронзер, как смотрится на лице, и как он вообще работает, насколько с ним легко работать. Классный растушевец, вообще просто обалденный. И его сравнивают с бронзерами от Hourglass. Вот эти. А стоит в десятки раз дешевле. Ну да, получается в 10 раз дешевле этот бронзер. Далее румяна. Взяла вот такие вот румяна. Это коллаборации Glossy Box. Ну, фокусируйся. Что-то не то с камерой. Это коллаборации Glossy Box. Style London, наверное. Я не любитель румян рассыпчатых, но в эти румяна я настолько влюбилась в меня, потому что понравился, во-первых, оттенок, такой кораллово-персиково-розовый что ли. Ну и пуховка. Я думала, что пуховкой вообще не буду пользоваться. Пользоваться в итоге только этой пуховкой и пользовалась. Представляете? Надо её помыть, кстати. Вот как раз сниму видео и помою. Там уже, наверное, куча бактерий внутри. Безумно классные румяна. Они немножко с таким сияющим финишем. Если получится, если камера словит, то сможете увидеть, что действительно там есть сияющие частички. И за счёт этого очень такие красивые щёчки получаются. Я люблю, когда такое вот лёгкое сияние на щёчках есть. И также ещё решила взять вот такие вот румяна от Essence, которые мне также безумно нравятся. Это Mosaic Blush в оттенке 35 Natural Beauty. Видите, я эти румяна купила всего за 95 центов, если не ошибаюсь. И они тоже с подсвечивающим финишем. Те румяна я не стала свочи делать, мне очень удобно. Смотрите, видите, какое лёгкое такое вот сияние есть в этом бронзере. Хотела сказать, в этих румянах. Вот такой вот нежный оттенок. Обожаю такие цвета. Видите, тоже он такой кралово-персиково. Что-то вот такое. Вот тут три получается оттенка различных. Тёмный, посветлее, средний оттенок. И вот всё смешиваете. Такая красота получается. Там взяла двое румяна, почему-то захотелось. Ну и последний продукт для лица — это хайлайтер. Я совсем забыла, что у меня есть вот такая вот троечка от Essence. Вы знаете, насколько я люблю и уважаю хайлайтеры от Essence, потому что они реально крутые. Всегда-всегда советую присматриваться именно к хайлайтерам от Essence. Конечно, у них ещё бывают и проигрышные варианты, но на данный момент одна палетка, которая в прошлой косметичке была, она крутая. Та, конечно, которая в прошлой косметичке была, она самая моя любимая, и про неё я вам не раз рассказывала. И вот, когда собирала сегодня косметичку, наткнулась на эти хайлайтеры. И поэтому решила взять вот таких вот три оттенка здесь. Более в розовинку уходит этот цвет, это такой шампанско-золотистый, то, что я люблю. И вот этот вот более тёмный, но он не настолько тёмный. Давайте я вам сводчи сделаю, покажу. Закрою, чтобы не отсвечивало. Вот оттенки. Вот такие вот цвета. Так, у меня в ногте там козявка какая-то, не козявка, что-то туда залезло. Вот такие оттенки. Вполне носибельные, я вообще в последнее время очень люблю смешивать хайлайтеры между собой. Просто можно взять кисточку и вот так пройтись. Чум-чум, туда-сюда и всё, все три оттенка набрать. Так я и пользовалась с теми хайлайтерами из моей любимой палетки. Из продуктов для бровей я вам никогда ничего не показывала. Сегодня решила поделиться с вами. Я использую вот такой вот карандаш для бровей от BH Cosmetics. BH Studio Pro называется. В оттенке Ebony. Это двухсторонний карандаш, который... Ой, с одной стороны я уже давно закончила. Здесь такой тоненький грифель был. Очень классный, поэтому я его и закончила быстро, использовала постоянно. А сейчас я пользуюсь другой стороной, которая не совсем удобная. Не очень люблю я вот такие вот карандаши для бровей. Они, знаете, вот как треугольные, что ли, сделаны. Вот, видите? Вот. И поэтому... Не знаю. Хотя я, в принципе, привыкла уже к этому карандашу. Смотрите, вообще не хочет фокусироваться. Привыкла, в принципе, уже к такому карандашу. Мне нравится оттенок. Это такой холодно-коричневый цвет. Такой карандаш. Ну и закрепляю я, во-первых, закрепляю свои брови, да. И, во-вторых, когда делаю макияж без макияжа, всегда использую мой любимый гель для бровей от Essence. Вот он, Make Me Brow. Я думаю, что многие знакомы с этим гелем для бровей. У меня в оттенке... Brownie Browse. 02 Brownie Browse. Это идеальный цвет для моих бровей. Я купила другой оттенок, новый, но... И мне показалось, что он будет ещё больше такой, знаете, холодно-коричневым. Но в итоге, когда я домой приехала, посмотрела, оказывается, вот это вот идеально мне подходит. Но, тем не менее, тот тоже буду использовать, когда этот закончится. Чем мне нравится этот гель для бровей? Вы, конечно, от него не ждите, что он там будет фиксировать что-то. В этом геле для бровей есть такие маленькие ворсинки, за счёт чего у вас брови кажутся более густыми, когда вы им пользуетесь. Вот как раз-таки, когда макияж без макияжа делаю, если бы я оставила просто ненакрашенные брови, да, но не всегда есть настроение там сидеть карандашом, рисовать себе брови. Иногда хочется просто вот таким вот гелем пройтись, и чтобы у вас более ухоженные бровки смотрелись. Вот, очень-очень классные. Теперь перейдём к глазам. Тени, как обычно, показывать не буду, потому что все тени у меня с Project Penalty's Eyeshadow. Но решила показать пару продуктов, которые я буду использовать. Первый решила достать вот такой вот праймер. Так, от W7 Get Set Eyeshadow Base называется, который я получила в подарок при заказе на сайте Cosmetic For Less, мне кажется. И вы знаете, почему я его решила взять? Только сегодня поняла, что я его хочу попробовать. Чисто случайно туда ногтем залезла, видите? И потом стала чистить, и вот так вот сделала, и поняла, насколько нежная текстура у этого праймера для век. И оттенок тоже, на самом деле, не такой уж и тёмный. Я-то думала, что он тёмный, но он не настолько тёмный. Вот на руке, конечно, кажется тёмным, но я думаю, что подойдёт в качестве праймера. Я всегда его избегала и не пользовалась, думая, что он будет слишком тёмным. Но сейчас решила взять и посмотрим. Возможно, будет нормальным. Следующее это тени от Essence, которые я тоже покупала всего за 95 центов в оттенке 0.5 Grammy Pants. Такой вот цвет. Обычный светло-бежевый оттенок, которым я припудриваю полностью веком, когда наношу какой-то праймер, и если он немного липкий, припудриваю для того, чтобы последующие тени лучше тушевались. Всегда, кстати, эти тени у меня в косметичке, поэтому увидите там огромное донышко. Просто я вам постоянно забываю показывать в косметичках этот продукт. Сегодня решила показать, что он у меня есть в использовании. О, всё размылось, круто! И последний продукт для глаз – это подводка от Essence. Недавно тоже в пустых баночках вам показывала, что у меня закончилась подводка от Catrice, и достала я от Essence, которую безумно мне нравится, Matt Style. Она засыхает в матовый финиш, и мне это очень-очень-очень нравится. Сейчас покажу вам. И посмотрите, какой чёрный насыщенный оттенок. Видите? Просто красота! Так, тяжело попасть, когда смотришь в окошко в камере. Да, из продуктов для глаз это всё, и давайте перейдём к губам. Для губ, в принципе, я взяла достаточно большое количество. Сейчас по порядку всё расскажу, почему той или иной продукт, ту или иную помаду себе решила взять. Первое, начнём с карандашей, и решила достать мои любимые карандаши для глаз от Манхэттен в оттенке 59Г. Да. Так. Вот, 59Г. Почему я вам показываю два карандаша? Помните, я только-только недавно, несколько недель тому назад, купила себе этот карандаш. В запасе у меня один уже был, и решила взять ещё один. Я сегодня, перед тем, как снимать видео, решила сделать сводчи, и я поняла, что они чуть-чуть отличаются. Вот последний, который я брала, сейчас секундочку, я сзади открою и посмотрю. Помните, я вам сказала, что мне всегда казалось, что конкретно этот оттенок 59Г, он такой коричнево-бежевый, всё-таки коричнево-бежево-персиковый. А который вот недавно покупала, мне показалось, что он больше специально сводчи сделала, и надеюсь, камера передаст, что они действительно немножко отличаются. Я уже не помню, какой оттенок вначале брала, а какой позже. Совсем чуть-чуть, но это видно. Вот в жизни прям очень-очень ощущается. Но хотя один и тот же оттенок написан был, да? Вот, смотрите, девочки. Сейчас, секунду. Вот. Вот этот, который я недавно покупала, и видите, он больше в розовинку уходит. А это вот то, о чём я говорила, и то, что мне безумно-безумно нравится. Я просто в шоке. И вот я теперь думаю, как мне в следующий раз выбирать, взять этот карандаш и рядышком как-то. Потому что в грифеле тоже вроде как видно, что они отличаются. Но тем не менее, давайте на грифель тоже посмотрим, отличаются ли они. Мне кажется, всё-таки да. Сейчас посмотрим. Или только посвочу. Я надеюсь, что камера передала, что действительно... Ну как? Как вы думаете, отличаются? Я думаю, что да. Вот это вот с левой стороны, если вы смотрите на экран, с левой стороны, получается чуть в розовинку. А вот это вот, то, что я люблю, коричнево-персиково-бежевый. Короче, вот такие вот наблюдения я увидела в этом карандаше. Возьму, я не знаю, какой возьму сейчас. Какой попадётся, тот и возьму. Так, камеру двигаю. Потому что иногда скучаю по этому оттенку. Так как сейчас я использую карандаши, которые у меня стоят на виду постоянно. И плюс карандаш, который в Project Pen. Потому что иногда хочется что-то другое. Так, переходим к губным помадам и блескам. Первое я решила достать вот эту помаду от Essence. Это у нас Insta... Как она называется? Я уже не помню. Вот тут название было, и ничего не видно, всё стёрлось. Мне настолько нравится этот оттенок, и мне настолько нравится формула этого карандаша. 01 Sunday Sunrise называется. Очень красивый цвет, такой глубокий. Сейчас как раз-таки можно будет носить эту помаду. Смотрите, какой оттенок. Обалденный такой коричнево-персиковый. Очень красивый. Прям увлажняет губы. Отлично этот продукт. И плюс невероятно такое, знаете, приятное ощущение на губах. Даже не знаю, как объяснить. Такое, как будто вам масло нанесли. Как от помад от Revolution. Revolution Pro, Makeup Revolution. Следующая помада от Eiffreche. Купила я вот такую вот новогоднюю лимитку. И лежит она у меня. Решила достать. Думаю, нет, давай. Вот такой вот очень нежный оттенок. Это, вы знаете, помада-бальзам, бы сказала. Помада-бальзам, которая ещё имеет оттенок. Вот. Очень нежный, красивый цвет. И пахнет точно так же, как и их помадой. Так. То есть два карандаша. Две помады в виде карандаша практически получаются. И последняя, не последняя даже помада, не знаю. Следующая, это как лаковая помада будет. Поэтому, наверное, тоже помада. Хотела сказать последняя, а потом блески. Нет. Ещё помада одна будет. Первой помадой решила достать. Вот такую вот лимитку. Или прошлого, или позапрошлого года. На день святого Валентина. От Лори Аль. Так как скоро 14 евро, что-то меня потянуло на этот цвет. Решила взять их серия Color Rich в оттенке 235. Мне, конечно же, тут безумно нравится упаковку этой помады. Ну и оттенок. Оттенок очень красивый. Посмотрите, какое шикарное оформление у этой помады. Единственное, смотрите, тут всё стирается. Потому что помада прям кремовая, кремовая, мысленистая, можно сказать. У этих помад тоже. Вот, очень красивое оформление. Так, давайте цвет откажу. Ой, девочки, тика, извиняюсь. Что-то у меня сегодня вообще камера не хочет фокусироваться. Такой вот оттенок. Чем-то похож на E-Frochet, нет? Ой, мне кажется, девочки, я практически дюб нашла. Так, срочно надо сделать рядышком свотч. Представляете? Один в один. Один в один оттенок. Вот как это бывает. Ну что, девочки, если вам нравится оттенок помады от L'Oreal, то обратите внимание на E-Frochet. Цвет, давайте вам покажу. Одиннадцатый нюд де Хивер, называется. Цвет этого карандаша. То есть помада в виде карандаша. Обалдеть! Они один в один, представляете? Вот они. Так вот, если сделать, вот. Круто! И, кстати, они пахнут одинаково, девочки. Такое ощущение, что они на одном заводе делают. Целый день сегодня трясу камеру. Да, это тип помады. И последняя помада взяла от Lancome. Как же мне нравится эта лаковая помада от Lancome в оттенке. Ох! Так. Двести второй. Двести второй цвет. Очень красивый, такой персиково-розовый оттенок. Какой же шикарный глянец дают эти лаковые помады от Lancome. Просто. Так не видно, конечно, когда на губы наносите невероятный блеск. И он остаётся в течение долгого времени на губах. Минимум 3-4 часа. Этот блеск постоянно будет вне зависимости, если вы будете смыкать губы, будете разговаривать в течение дня. Просто крутой-крутой. Я полюбила эти лаковые помады, когда попробовала миниатюрку. Я её в прошлом году, мне кажется, покупала. Сейчас достану. Вот она, миниатюрка. Такая яркая, знаете, сочная. Оттенок 323. Оттенок 323. Поэтому я решила, чтобы какой-то другой ещё цвет попробовать из этой линейки лаковых помад от Lancome. Итак, на камере я не успела всё заснять, поэтому остальное приходится снимать на телефон. Осталось вам показать только два блеска. Первый блеск это новинка от Maybelline Lifter Gloss, который из гелороновой кислотой. Пока ничего не буду говорить про этот блеск. Взяла, чтобы дольше тестировать. В принципе, я этот блеск и так тестирую, чтобы вам сделать сравнение. У меня есть в Fenty Beauty блеск. И вот эти блески сравнивают с Fenty Beauty. Поэтому потом вам хочется рассказать и сделать сравнительное видео, действительно ли это так, или всё-таки они отличаются. И последний блеск, это новинка от Fenty Beauty. У меня оттенки Fenty Glow. У меня тот предыдущий блеск, то есть старая версия блеска тоже Fenty Glow, но они отличаются по цвету. Ну и, конечно же, здесь кремовая версия этого блеска. Она более плотная, ну и также отличное, красивейшее сияние даёт губам. Ну всё, это вся моя косметичка на ближайшее время. Надеюсь, вам было интересно. Если да, как обычно, поддержите меня пальчиком вверх. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok